Из Думы, как сообщает прислужба Думы, в правом месте уже начали менять машины, используемые в служебных целях в Москве, только на машины отечественного производства. Как думаете, пойдет затея в Москву? Владимир Путин два раза сказал. Владимир Владимирович редко повторяет свои указания даже в завуалированной форме. То есть, когда он сказал первый раз, никто не среагировал. Все подумали, ну ладно, старик чудит, я имею в виду парламентариев и прочих депутатов. Но он второй раз потом сказал. И уже потом провластные спикеры подхватили эту тему. Ну, это будет смешно, ведь проблема не в том, на каких машинах ездят избранники народа, а проблема в том, какие автомобили делаются в стране. Ну, то есть, если бы у нас делались автомобили мирового уровня, ну тогда какие проблемы? Например, вот я бывал в некоторых европейских странах, и там действительно традиционно чиновники ездят на автомобилях, произведенных в Италии. Ну, в конкретной стране. И вот я как раз у меня с языка сорвалась по Фрейду. Вот я в Италии был и в парламенте, и около парламента, и во многих там, значит, заведениях властных. Там действительно, ну, везде лянча. То есть, у них этот служебный автомобиль. В Британии это везде, ну, у высшего руководства это везде игуар. Вот. То есть, вот так. В этом нет ничего нормального. Вопрос, что мы делаем. Чиновники сядут на УАЗике или на удлиненные Лады. Нет, Аурус – это прикольно, но на всех Аурусов не хватит. Я думаю, что со временем раздадут этим губернаторам, чтобы они тут на Мерседесах не позорились. Вот. А остальные-то на чем будут ездить? Вот в Госдуме последний раз, когда я там был, служебные машины были Шкоды Супер Би у рядовых депутатов. И эти, Камри, Тойота Камри. Ну, такие представительские автомобили начального уровня. Владимир Вольфович ездил на двухцветном Майбихе. Вечная память лидера ЛДПР. Так вот, значит, на чем они сейчас будут ездить? В длиненных Ладах Вестах или что? По-моему, у вас есть такая модель. Да, есть она. Но, во-первых, это ручная сборка и прочее. Почему ручная? Это конвейерная машина? Да, ну, это индивидуальная сборка и прочее. Я к тому, что мы за это заплатим, значит. Мы заплатим за ремонт этих машин и прочее, прочее. Ну, а наши депутаты, они, наверное, будут перетягивать салоны, чтобы не так уж прессовалась пятая точка на этих сиденьях, еще что-то. Безусловно, возрастет смертность среди депутатов, потому что они периодически попадают в ДТП, но когда он едет на BMW X6, ну, он, как правило, не погибает, да? А сейчас, если он будет ехать на Весте и попадет в серьезное ДТП, исход непредсказуем. Так что, ну, пересядут. Нет, если Владимир Владимирович два раза сказал, значит, они пересядут.